Скажите, а вообще возможно, чтобы маленький листочек бумаги мог изменить жизнь? Ну подумайте, может ли маленький листок бумаги изменить жизнь человека? Я, конечно, не говорю о таком листочке бумаги, который называется свидетельство о браке. Он реально меняет жизнь. Но мне еще сказали свидетельство о смерти. Он прекращает жизнь. Я сейчас говорю немножко о другом. Я говорю сейчас о том листочке бумаги, который в детстве, пожалуй, был почти у каждого из вас. Я говорю о географической карте мира. Она висела у меня над кроватью. Я маленький мальчик, только что научившийся читать. Я встаю на кроватке, дотягиваясь до цветной карты мира, смотрю на этот маленький цветной листочек бумаги. Складываю знакомые буквы в слова, а они, в свою очередь, складываются в названиях государств, океанов, континентов. Они звучат просто для меня вселенской музыкой. Я готов ее слушать вечно. С той поры прошло много времени. Я совершил более 400 вылетов из аэропортов разного мира, разных государств по всему миру. Я посетил свыше 50 стран. Многие из них неоднократно. Я видел древние, величественные, очень таинственные города в Перу. Я любовался красивыми северными фьордами. Я даже танцевал в Кении с местными племенами. Купался вместе с морскими дьяволами. И спасался бексом от варанов. Киты пели мне свою песню. А я проносился на зипах над джунглями на 100-метровой высоте. Вспоминая весь свой опыт путешествий, я вспоминал и другое. Помимо золотого ларца с драгоценными каменями, которые каждая страна, а в целом вся планета, открывали мне, я видел и нечто другое. Я видел то, что наша планета сегодня, как и каждое живое существо, нуждается в заботе и защите. А по состоянию на сегодня планета нуждается в спасении. Хотите, я покажу вам, что убьет нас и нашу планету. И гораздо быстрее, чем смерть, планета получит от климатических изменений. Хотите, я покажу вам то, что не даст вашим потомкам, вашим правнукам дожить до конца своей жизни. Это у меня в кармане. Хотите? Вот это то, что вы можете видеть сейчас, находится у меня в руках и будет являться смертью для поколения ваших отпусков через три колена. Я говорю о пластике. Я говорю о пластиковом мусоре. А в частности, я говорю о пластиковых пакетах. Сегодня на планете произведено более 8 миллиардов тонн пластика. Из них три четверти – это пластиковый мусор. Из этого пластикового мусора 90% – это пластиковые пакеты, это трубочки для коктейля и самое чудовищное – это ватные палочки. Девочки также их используют еще в косметике. Не надо никакого потепления климата. О какой ядерной третьей мировой войне вы говорите? Этого достаточно, чтобы не только нашего рода, как человека, не было, но и не было вообще всей планеты. Огромные тонны мусора сейчас попадают в океан, особенно пластиковых пакетов. Через 30 лет количество пластиковых пакетов в океане по своему объему и весу будет превышать количество живых существ в океане. Наши траулеры будут доставать из сети о голодавшему человечеству не рыбу, а пластиковые пакеты. А пластиковые пакеты. Мы с вами, мы с вами последнее поколение человечества, которое помнит мир и нашу планету без пластиковых пакетов, без огромных пластиковых куч, без глобализации. Без того, что нас через какое-то время убьет. Чудовищные по своему объему и по своей вредности пластиковые пакеты заполоняют сейчас нашу планету. Жить вместе с пластиковым пакетом по факту каждый из вас сегодня привык. Но по большому счету невозможно смириться с тем, что вы каждый день живете с убийцей. С этим, к этому можно привыкнуть. Но смириться с этим невозможно. Будете ли вы мириться? Хотите ли вы мириться? Интересный факт о пластиковом пакете. Развитие и прогресс человечества невозможен без пластика. Но человечество перегибает палку. Глобальные компании в погоне за прибылью, в погоне за повышением объемов производства и все новыми деньгами стали использовать пластик, который практически вечен. Срок разложения пластиковой бутылки, из которой вы сегодня утром пили воду вместе с крышкой, 500 лет. Вот этот пакет природа переработает через 400 лет. Если она никого не убьет из живых существ до этого, то она прекратит свое существование через 300 лет. Что же делать? Какие дальнейшие движения можно будет сделать для того, чтобы или смириться с этим пластиковым мусором, или продолжать молчаливое согласие с тем, что он существует? Сегодня многие скажут о том, что на самом деле я рассказываю в страшилке. Скажут, каждый день в магазинах мы приходим и видим, что в магазине уже дают бумажные пакеты для товара. А некоторые особо понимательные, снисходительно мне скажут, да уже пластик биоразлагаемый. Даже на самом пакете пишут биоразлагаемый пластик. Друзья, каждый день 4 миллиона пластиковых пакетов используется по всему миру. Вы правы, говоря мне об этом. Но позвольте мне вам привести несколько цифр. Немножко скучных, не засните. Пластиковый пакет, который используется для того, чтобы он вышел из завода, по своим энергозатратам воды, по своим затратам электричества, которые необходимо произвести для него, тот прониковый газ, который будет выброшен для его производства, и тот вред, который будет принесен при его разложении, кратно меньше того вреда, который мы получим от производства, использования бумажных пакетов. Какой-то нонсенс, правда? Бумажные пакеты и пластиковые, неужели бумажные хуже? Да, бумажные хуже. Он использует больше 4 раза электроэнергии. У него на 70% больше выброса прониковых газов при его производстве. Воды для его производства используется больше в 50 раз. И главное, для производства пластиковых пакетов не нужно вырубать деревья. Для производства одной тонны пластиковых пакетов и бумажных пакетов требуется вырубить такое количество для бумажных пакетов деревьев, что вред будет несопоставим для природы от утраты деревьев, нежели от использования тысячи пластиковых пакетов. Да, скажете вы, а что же с биоразлагаемым пластиком? А вот здесь я вам скажу, дела обстоят совсем по-другому, чем мы привыкли смотреть. А знаете почему? Я сейчас вернусь к этому. При производстве пластиковых пакетов, на которых стоит лейбл биоразлагаемый, используется сухая добавка, которая встраивается в структуру пластика при его производстве и под воздействием воды и кислорода солнечного света выпадает, разлагается, исчезает, испаряется. И визуально мы видим, что пакет разлагается на маленькие-маленькие 2-мм частицы и говорим, как же это круто, но вы поймите, что это еще худший вред, чем если бы пакет валялся просто так. Потому что этот пакет будет лежать здесь у меня под ногами, а как будто бы разложившийся на 2-мм кусочки пластика разлетится по всему миру, попадет в океан. Уже сегодня, дорогие друзья, уже сегодня в желудках умерших рыб, тюленей, дельфинов, китов находят десятки килограммов пластика. Маленькие разложившиеся частицы 2-мм плавают в океане, и животные их просто путают с планктоном, поедают их, и через некоторое время умирают от голода. Их желудки наполнены, но съедобного в них ничего нет. Биоразлагаемый пластик на сегодняшний момент в подавляющем большинстве магазинов это просто миф. Что же делать? Что можем сделать мы, спросите вы, если проблема такая вселенская, такого глобального масштаба? Что можем сделать мы на нашем локальном уровне? Позвольте я вам скажу. Есть такая теория, теория разбитых окон. Многие из вас ее знают, я напомню. Звучит она так. Если в доме выбито одно окно, и его никто не заменяет, через некоторое время в доме не останется ни одного целого окна. Эту теорию выработали американские социологи, ее много критиковали, но она действительно работает. В том месте, в комнате, в помещении, где будет брошен окурок, фантик, сегодня, через месяц будут гнить биологические отходы. И вы не сможете зайти туда. И наоборот, если вы в следующий раз как минимум не выбросите пластиковую бутылку, а может быть подберете пластиковый пакет со своим ребенком и отнесете его в мусорку, через месяц пляж будет девственно чистым. Есть еще одна теория, и я ее очень люблю. Это теория малых дел. Но не та теория, которую мы помним с курса школьной истории о народовольцах и хождении в народ. Нет. Теория малых дел – это разумные поступки, лежащие в основе глобальных перемен, которые может сделать каждый. Может сделать каждый разумный поступок. Это тяжелая для воплощения теория. Ведь каждому из нас нужно не быть поедателем информации, а нужно разумно, как гомо-сапиенс, принять для себя решение и работать в течение всей жизни по этому решению. Нужна дисциплина. Это сложно. Так что же мы можем сделать на локальном уровне для того, чтобы наша планета и моя планета, планета ваших детей и ваших и ваших была спасена? В следующий раз, когда вы пойдете в магазин, откажитесь от пластикового пакета, который любезно вам предлагает. Пойдите в магазин со своей сумкой. Пойдите с тем, о чем умные люди предупреждали и говорили, когда только начиналось производство пластиковых пакетов. Люди предупреждали о вреде этого материала. Что плохого, говорили они в повторной таре, а плохого в них только то, что глобализация вступила в свои права и уже диктует нам свои условия. Глобализации необходимо продавать пакеты. 4 миллиона, вы помните, каждый день на каждой точке нашей планеты продается. Каждое ваше использование сумки, авоськи, прекрасной, очень модной, функциональной тары, которая не требует для своего изготовления ресурсов нашей планеты, почти не требует. каждое ваше использование заменяет минимум полторы тысячи пакетов. Жизнь вот этой сумки это жизнь полторы тысячи пластиковых пакетов. двигаться от локального к глобальному гораздо сложнее, чем двигаться наоборот. Потому что локальное это дело каждого из вас. Каждому из вас нужно думать о том и нести ответственность за то, что он сейчас сделал. Вы поймите, в том состоянии, в котором оказалась сейчас наша планета умирающая, это вина прежде всего нашего с вами поколения. Это мы покупаем эти пакеты, это мы говорим во всей нашей стране, отмеченная белым пятном во всем мире, мы говорим, пожалуйста, если пластиковый пакет бесплатно, дайте два, а возьму с собой домой побольше. Но в наших силах с вами изменить повернуть обратно, вспять эту теорию разбитых окон, сделать так, чтобы каждое использование многооборотной тары снижало количество пластиковых пакетов. И в следующий раз, когда вы будете сидеть в баре или придете с ребенком в точку общепита на вопрос вам с трубочкой скажите спасибо-нет. Только это ваше слово спасет бедную черепаху, которая умерла вот от этого. Пластиковая трубочка. И поверьте, напиток от этого не станет нисколько хуже. и тогда через некоторое время небольшое по историческим временам, по количеству отрезков по времени сама природа и неравнодушные, активные люди окончательно смоют с лица нашей планеты пластиковый позор. И, возможно, через некоторое время один маленький мальчик, смотря на маленький цветной листочек бумаги, вводя маленьким пальчиком по нему и мысленно странствуя, вернется из очередного своего путешествия и воскликнет вслед за Юрием Гагарином. Земля, красота какая. Я вернулся и видел нашу планету. Люди, давайте сохраним и приумножим ее красоту, а не будем ее уничтожать. АПЛОДИСМЕНТЫ